Здравствуйте, участники вебинара по физике. Я Кривопустова Наталья, менеджер по развитию издательства «Легион» и координатор проекта вебинаров. Надеюсь, все меня видят и слышат. У нас пока еще немного участников. Подключайтесь, настраивайтесь, настраивайте видеозвук. Я вам пока расскажу, что сегодня у нас проходит вебинар по теме «Методика подготовки учащихся по всем видам контроля и аттестации по физике с учетом ошибок, допущенных в ходе ЕГЭ». Вчера этот же вебинар был проведен в 15 часов по московскому времени. Сегодня мы его повторяем в 10 часов по московскому времени. Это все для удобства, для вашего участия, для различных часовых поясов. В этом учебном году это единственная возможность у вас выбрать для себя удобное время. В следующем учебном году, конечно, этого уже не будет. Следующий вебинар у нас по физике будет «Методика подготовки учащихся по всем видам контроля и аттестации по физике с учетом наиболее характерных ошибок, допущенных в ходе ГИА». Эти вебинары у нас пройдут 21 марта в 15.00 и 22 марта в 10.00, время московское. Вебинары наши нацелены на помощь учителям в подготовке учащихся к итоговой аттестации. Они помогут вам найти новые идеи мониторинга и контроля успеваемости и пути и способы решения задач. Всю информацию о наших вебинарах по различным предметам, не только по физике, можете найти на нашем сайте www.legionr.ru. Мы напишем его для вас в чате. В разделе «Деятельность», «Семинары и вебинары» также именно там вы можете скачать материалы к этому вебинару и позже видеозапись вебинара. Все вопросы, которые у вас возникнут, можно обсудить в чате этого вебинара, либо написать на наши электронные почты. Прошу вас заявочки оформлять корректно, чтобы вы имели возможность действительно побывать на этом вебинаре. И еще одна просьба. Напишите, пожалуйста, в чате, откуда вы узнали о наших вебинарах. Ну и сейчас представлю вам нашего автора. Это Лев Михайлович Монастырский, кандидат физико-математических наук, профессор кафедры общей физики Южного федерального университета, профессор Российской академии естествознания, заслуженный работник науки и образования Российской академии естествознания, руководитель предметной группы по физике издательства «Легион», имеет опыт работы в лицее номер 1-3 РГУ, ныне ЮФУ, в качестве учителя физики и является одним из организаторов муниципального и областного этапов Олимпиад по физике. Этот опыт нашел отражение в книге «Физика. Сборник олимпиадных задач для 8-11 класса». Ну, пожалуйста, Олег Михайлович. Добрый день, уважаемые слушатели. Я очень рад, что вы участвуете в нашем семинаре. Надеюсь на то, что это участие будет активное. То есть я думаю, что в ходе моего выступления у вас могут появиться какие-то вопросы, которые вы можете задать нам. И в конце я постараюсь ответить на то, что мы увидим у нас здесь на экране. Сразу хочу, чтобы вы увидели на экране мой личный почтовой адрес. Здесь внизу написано. Если у вас после выступления, в другие дни, в последующие появятся какие-то вопросы, какие-то пожелания или замечания, то я с удовольствием их выслушаю и отвечу на те вопросы, которые у вас могут появиться. Пожалуйста, активно пользуйтесь такой возможностью. Ну а теперь перейдем непосредственно к нашему семинару. Я хочу сказать, что я прекрасно понимаю те проблемы, которые стоят перед учителями физики, особенно в 11 классе. И хочу сразу сказать, что, наверное, вы от меня ждете каких-то рекомендаций, как очень сильно поднять тот балл итоговый, который получают ваши выпускники в ходе сдачи экзамена ЭГЭ. Ну, с другой стороны, мне кажется, что сама постановка вопроса, как готовить к ЕГЭ, на мой взгляд, является не совсем правильной. Моё личное мнение состоит в том, что, вообще говоря, надо готовить не просто к сдаче экзамена в форме ЕГЭ, я повторяю, в форме ЕГЭ, а нужно готовить к итоговой аттестации. В те времена, когда не было ЕГЭ, мы готовили к итоговой аттестации в форме устного экзамена. Что же изменилось теперь? В принципе, ничего, кроме внешнего представления материала и некоторых особенностей, которые связаны с новыми педагогическими идеями проверки знаний и умений, навыков выпускников. Понятно, что когда у вас два урока в неделю физики, имеются в виду непрофильные классы, а в 11 классе надо еще и не забывать, что у вас безумно сложный новый материал, да, кроме того, не все ученики выбирают физику в качестве выпускного экзамена в форме ЕГЭ, возникает масса проблем, что же делать в такой ситуации. Обязательно ли ученикам обращаться к репетиторам? Конечно, одно из решений – это личностно ориентированное образование, тем более, что, все-таки говоря, теоретический вопрос уже давно решен. Я хочу сразу обратиться к статье, достаточно давно опубликованной в журнале «Физика», приложении к газете «Первое сентября», еще в 2008 году. Один из авторов, Демидова, который отвечает в ФИПИ за физику, написал такую фразу. «Предполагается, что те учащиеся, которые планируют продолжить свое образование в вузах физико-технического профиля, должны изучать физику на профильном уровне, то есть не менее пяти часов в неделю». То есть здесь совершенно четко показано, что если вы хотите сдать нормально экзамен по физике в форме ЕГЭ, надо иметь не менее пяти часов в неделю. Ну, давайте мы оставим это высказывание на совести автора. А что же делать нам с вами, когда у нас два часа в неделю? Я хочу сказать, что говоря об анализе ошибок, которые допускают учащиеся, сдавая экзамен в форме ЕГЭ, надо иметь в виду одну очень простую вещь. На самом деле простой смертный не имеет допуска к результатам ЕГЭ, кроме аналитических отчетов. То есть единственный официальный источник этой информации – это аналитические отчеты. Мы проанализировали эти отчеты за много лет. И можно сказать, что такая картина наблюдается практически каждый год. Значит, есть выпускники, первая часть, которые набирают до 62 баллов. Это уровень умений, знаний, достаточный для того, чтобы пройти аттестацию по курсу физики базового уровня. Так называемая школьная компонентность. Выпускники, которые набираются выше 62 баллов, они, вообще говоря, готовы к успешному продолжению образования в высших учебных заведениях. И вот возникает граница 62%, которую нужно прежде всего достичь. Для этого нужно, чтобы у них была какая-то системность знаний основных законов и формул. И тогда можно говорить об усвоении курса физики на базовом уровне. А второй этап, как перейти эту границу. Дело в том, что у нас есть еще второй источник ошибок. Это опыт, который приобретен при ручной проверке части С. Я много лет участвовал в такой ручной проверке. И у меня накопились свои представления о том, какие ошибки допускаются в среднем, как их избегать и что нужно делать для того, чтобы все-таки какое-то число баллов получать при решении этой третьей части заданий. С чего же начинать при подготовке к ЕГЭ, ну, скажем, в 10 или в 11 классе, это не столь важно. Как правило, подготовка к ЕГЭ в основном начинается все-таки в 11 классе. И вот опыт общения с абитуриентами и с первокурсниками, которые уже, кстати, сдали ЕГЭ и поступили в высшие учебные заведения, показывает, что те математические трудности, которые возникают при решении большинства тестовых заданий, они, вообще говоря, могут быть преодолены, ну, более-менее простым способом. Что нам нужно от физики, что, простите, что нам нужно от математики, физикам? Значит, на самом деле нам нужно не так уж и много. Ну, например, решение прямоугольных треугольников, я имею в виду тригонометрические функции, действия с векторами, сложение и вычитание проекции вектора на оси, решение уравнений с одним, систему уравнений с двумя неизвестными, и виды зависимостей, умение работать с этими зависимостями. Вот, пожалуй, тот исходный математический аппарат, который должен быть четко освоен для того, чтобы можно было переходить к изучению физики. Я хочу подчеркнуть, и опыт моего общения с математиками в школе говорит о том, что здесь можно использовать очень широко межпредметные связи физико-математика. Желательно на уроках математики как можно больше в качестве иллюстрации использовать физические задачи. Дальше выступает на первое место очень важная идея, на мой взгляд. Вот она здесь жирным шрифтом состоит из двух слов «выучить наизусть». Это твердое усвоение основных физических понятий, законов из каждого раздела физики. Мне эта ситуация напоминает человека, который попадает в иностранное государство, не зная иностранного языка. Никакого общения не возникнет до тех пор, пока вы не выучите основные бытовые выражения. Вот мне кажется, что аналогичная ситуация и в физике. Я достаточно часто, да и вы тоже, наверное, считаете, что на первом месте должно стоять понимание. А умение придет потом. На мой взгляд, надо немножко обратить эту ситуацию. Последовательность должна быть такая. Знания, умения, навыки. То, что называли зунами. На наш взгляд, если ученик выучил наизусть, я подчеркиваю слово «наизусть» основные физические понятия, по крайней мере, можно с ним начинать что-то обсуждать. То есть, учитель и ученик начинают разговаривать на одном физическом языке. До этого процесс обучения неэффективен и бессмысленен. Я думаю, что многие, ну, репетиторы в том числе тоже, опускают этот момент очень важный. Я имею в виду два этих блока. Первый блок – это блок, то, что я называю математика для физики. И второй блок – это основные физические понятия. Если это усвоено, можно двигаться дальше. Без этого, просто повторяю, дальнейший процесс неэффективен и бессмысленен. Он может привести к автоматическому заучиванию, какого-то решения какого-то ограниченного числа задач. И на этом все закончится. И теперь я хочу сказать несколько слов о, ну, можно сказать, моей парадигме образования. Я с этой парадигмой выступал несколько раз перед учителями в разных городах. В прошлом году выступал перед учителями на московском фестивале учителей физики. Эти идеи вызывали большие споры. И мне кажется, что эти споры связаны прежде всего с тем, что нас учили, меня в том числе, не так, как я предлагаю учить сейчас наших учеников. Мы должны думать о будущем наших учеников, то есть о будущем нашего государства. Нам не нужен обезьяний, мартышкин труд. Нам нужны люди, которые умеют творчески думать и творчески решать, ставить проблемы. И вот в этом плане я хочу дать только некоторые наметки, некоторые идеи, как же создать эту единую, естественно, научную картину, отражающую нас мира. Я прекрасно понимаю, что то, что я буду говорить, это относится в первую очередь к учителям. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что нельзя поведение любого реального физического объекта описать с помощью физических законов. Очень много случайных факторов оказывает влияние на это поведение, и учесть их невозможно. Тогда возникает вопрос, что делать? Выход давно найден. Этот выход состоит в том, что вся физика имеет дело с моделями. Вот здесь как раз и заключается та идея, о которой я буду сегодня говорить. На самом деле человеческий мозг устроен так, что он может мыслить только механическими моделями, механическими образами. По-другому он не может представлять себе окружающий нас мир. Я могу вопрос задать каждому из вас. Как вы представляете себе электрон? Я думаю, что вы, подумав или сразу, ответите. Да, это шарик, который вращается вокруг ядра. На самом деле, как следует из квантовой механики, эта модель ничего общего не имеет с тем, что на самом деле происходит внутри ядра. Вот вам простой пример человеческого мышления. Представить себе электрон как волну с разной вероятностью, расположенную на разных расстояниях от атома, механически это невозможно. Оттуда вытекает следующая идея. Вот проанализировав результаты ЕГЭ за прошлые годы, можно сказать, что из пяти разделов курса физики, это механика, молекулярная физика, электродинамика, оптика и квантовая физика, не все усваиваются одинаково прочно. В аналитических отчетах есть большое количество всяких таблиц и графиков, которые подтверждают эту мысль. И вот, как правило, затруднения в меньшей степени возникают при выполнении заданий по механике и по оптике, но по оптике геометрической. Это очень хорошо подтверждает ту мысль, которую я сказал. Механика – это механические модели, а геометрическая оптика – это чисто механическая модель. Как только возникает вопрос о волновой оптике, сразу возникают проблемы. Попробуйте представить себе электромагнитную волну. Попробуйте ее показать учащимся. Вот простой пример. Вопрос, является ли Земля материальной точкой, вообще говоря, это уже вопрос, который требует точного понятия, что такое модель. Модель – это не просто уменьшенная копия. Это не куколка и не автомобиль. Это совершенно другое представление, которое позволяет нам сделать одну простую вещь – упростить реальный процесс до тех пор, пока мы сможем применить физические законы для его описания. Давайте обратимся к механике. Здесь некоторая схема в кружочках, которую можно осмотреть сначала слева направо, а потом справа налево. Что является первичным? Это извечный вопрос, на который физики отвечают следующим образом. Первичное взаимодействие. Мы знаем четыре фундаментальных взаимодействия. Гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое. Ну, сильное и слабое нас сейчас не интересует. Нас интересуют два вида фундаментальных взаимодействий – гравитационное и электромагнитное. Что такое сила? Это количественная мера взаимодействия. Значит, я утверждаю, вот тут надо очень внимательно сосредоточиться и послушать то, что я буду сейчас говорить. Сила – результат взаимодействия. Значит, если мы хотим посчитать, сколько штук сил действует на тело, то мы должны посмотреть, с какими телами взаимодействует данное тело. Пока остановимся на этих первых двух кружочках. Дальше следует из второго закона Ньютона. Ускорение – это результат появления нескомпенсированной силы. Если все силы скомпенсированы, ускорение равно нулю. Как мы знаем, два варианта возможны. Либо тело покоится, либо движется равномерно и прямолемерно. Представьте себе, что у вас на наклонной плоскости неподвижно расположен брусок. Сколько штук сил действует на него? Я нарисовал картинку, которую, я думаю, нарисует каждый из вас, не сомневаясь ни чуть, что я только что говорил совершенно о другом. Еще раз обращаемся к кружочкам. Взаимодействие – сила. С какими телами взаимодействует брусок? Земля – раз, наклонная плоскость – два. Взаимодействие – два. Сколько должно быть сил? Две. Здесь три. Это противоречит нашей концепции сила – результат взаимодействия. На самом деле, поскольку брусок покоится, то на него действуют две силы, которые должны друг друга уравновешивать. Сила тяжести направлена вниз, значит, нисколько не сомневаясь, мы можем направить вверх силу R, такую уже по модулю, противоположную по направлению, и говорить, что на тело действуют две силы, отвечающие двум взаимодействиям. Сила тяжести, отвечающая гравитационному взаимодействию с Землей, а R – это сила, отвечающая взаимодействию с наклонной плоскостью. К какому? Идет речь не о гравитационном взаимодействии, а об электромагнитном. Пока никаких моделей здесь нет. Есть взаимодействие, реальное взаимодействие, есть две реальных силы. Дальше мы начинаем прикладывать эту идею к решению задач. И мы вводим модель. Я обращаю внимание, вот на этом этапе, вот сейчас, мы вводим модель, которая состоит в том, что мы препарируем эту нашу силу на две составляющие. Одна из них перпендикулярна наклонной плоскости, это сила N, то, что мы называем силой упругой реакции наклонной плоскости. А вторая сила – сила трения. В данном случае идет речь о силе трения покоя. Повторяю, на самом деле, это две составляющие одного и того же взаимодействия, одной и той же силы. И поэтому изначально надо говорить о двух силах, действующих на тело. Ради интереса я вам могу дать такое домашнее задание. Попробуйте изобразить в этой модели силы, приложенные к телу, которые движутся горизонтально под действием некоторой внешней силы F. Значит, еще раз повторяю, попробуйте изобразить в модели, о которой я говорил, силы, действующие на тело, которые движутся по горизонтальной поверхности с трением под действием некоторой горизонтальной внешней силы F. Для того, чтобы объяснить природу вот этого самого взаимодействия, которое мы называем взаимодействие с наклонной плоскости, надо понимать, что оно носит характер электромагнитного взаимодействия. Говорить в курсе школьной физики, наверное, об этом рано. И тогда возникает модель, которую я называю на языке домохозяйки зацепление неровности на поверхности соприкасающихся тел так называемой шероховатости. Вот это, повторяю опять, это модель, которая позволяет механическим образом, механическим образом объяснить наличие силы трения покоя или силы трения скольжения. Теперь обратимся к законам сохранения энергии импульса. И сразу хочу сказать, что я сейчас начинаю развивать идею решения задач высокого уровня сложности. Когда вы решаете с вашими учениками задачи уровня С, надо понимать, что вы решаете не конкретную задачу, хотя вы решаете конкретную задачу, но вы показываете методику решения вообще физических задач. Вот на простом известном примере. На подвесе длиной L висит брусок масса M большое. Слева горизонтально летит пуля массы M с некоторой скоростью V0. Ударяет брусок и брусок вместе с пулей поднимаются на некоторую высоту H. Можно найти начальную скорость пули. Это известная задача, которую иногда называют баллистический маятник. Вот посмотрите, как здесь можно вот эту идею моделей рассмотреть конкретно. На самом деле мы с вами знаем, что когда пуля попадает в брусок, она некоторое время там движется до остановки. Как только пуля попадает в брусок, брусок начинает двигаться вместе с пулей. И в этот момент при движении пули внутри бруска часть механической, ну, кинетической энергии пули переходит во внутреннюю в тепло. Никакого закона сохранения энергии в этот момент писать нельзя. Мы строим модель. В этой модели мы считаем, что когда пуля попадает в брусок и движется в нем, брусок с пулей не подвижен. То есть очень быстрый процесс проникновения и остановки пули. и только после того, как пуля в бруске остановилась, начинается движение бруска вместе с пулей. И совершенно понятно, что в этом случае мы можем писать закон сохранения механической энергии, потому что кинетическая энергия бруска с пулей полностью, полностью, без всяких потерь, переходит в потенциальную энергию поднятого бруска с пулей. Здесь V1 это не скорость пули. V1 это начальная скорость бруска с пулей, когда? В тот момент, когда началось движение. А связь между V1 и V0 можем найти с помощью закона сохранения импульса. Потому что силы, которые являются там силами трения, они не меняют закон сохранения импульса. Таким образом, найдя скорость V1 по закону сохранения импульса, мы можем найти скорость V0. Вот очень часто формальная вот такая запись, которую я здесь сделал, плюс закон сохранения импульса, оставляют за пределами понятия физики, понятия модели, о чем я говорил в самом начале. Несколько слов о моделях молекулярной физики. Очень интересная тема, но, повторяю, времени у нас не так уж много, может быть, это тема отдельного большого раздела. Поэтому очень коротко о моделях молекулярной физики. Реальный газ состоит из молекул, который соходится в состоянии непрерывного хаотического движения и взаимодействует между собой. Описать поведение такого газа физика вообще не в состоянии. Вводится первая модель идеальный газ. Все молекулы материальные точки, не взаимодействующие между собой. Что при этом остается? Скорость всех молекул разная. Она меняется от нуля, ну, теоретически до бесконечности. Такую модель тоже не может описать в рамках классической механики физики. Возникает следующая модель. Все молекулы идеального газа движутся с одной и той же средней скорости. Спрашивается, а зачем нам средняя скорость? Почему именно средняя скорость? А как оказывается, можно сделать вывод, что с этой характеристикой средней скорости связана некоторая коллективная характеристика газа, которую мы называем параметр. Давление это некоторый коллективный параметр, он характеризует как бы весь газ не вдавая своего внутреннего строения, а с другой стороны давление связано с индивидуальной характеристикой молекулы. но какой оказывается со средней скоростью, или вернее с квадратом, средним квадратом скорости. Именно поэтому мы применяем такую модель. И в этой модели получается основное уравнение молекулярно-хиенетической теории, и дальше мы имеем выход на практическое применение к определенному кругу задач. Следующая модель вводится в курсе общей физики. В курсе школьной физики она, как правило, не рассматривается. Но может быть за исключением классов, с углубленным изучением физики. Это учет движения молекул. То есть газ продолжает оставаться идеальным, но учитывается, что скорости его распределены от нуля до бесконечности. Идет речь о распределении молекул по скоростям максимума. металл. Там другая математика, там другой язык, там статистическая теория. И следующий шаг, опять же в курсе общей физики, это реальный газ. Опять же, реальный газ до определенных пределов и все равно точного описания реального газа не существует. Идет речь о моделях. И в заключение моделей несколько слов о моделях в электродинамике. Надо сказать, что электродинамика очень объемный, очень большой, очень важный и очень сложный раздел курса физики. Вот если вы посмотрите на левые стрелочки красные, которые идут от электродинамики к неподвижным зарядам и к электростатике, это, так сказать, ветвь, которая не имеет дальнейшего продолжения. Она тупиковая. Здесь есть свои понятия, здесь есть свои законы, свои формулы, но все ограничивается электростатикой. И опять же, главным понятием, модельным понятием, является понятие поля. Электростатического поля. Попробуйте дать определение электростатического поля, начиная со слов полем называется. вряд ли это удастся сделать. Фактически такого определения нет. На самом деле, для того, чтобы дать понятие поля, надо его свойства сообщить. Два свойства. Источником поля являются неподвижные электрические заряды, поля возникает вокруг неподвижных электрических зарядов. И поле действует на неподвижные электрические заряды. Это принципиально важный момент для понимания возникновения электромагнитной индукции. Поле электростатическое действует на неподвижные заряды. или электрическое действует на неподвижные заряды. Но вообще говоря, поле это особый вид материи. Мы говорим о модели, но оно реально. Оно обладает массой, оно обладает энергией, оно обладает импульсом. Это реальный физический объект. Но представить себе его в механической модели невозможно. Пойдем теперь вправо. Движущиеся заряды. Здесь возникает два опять две линии. Одна линия это постоянный ток, когда заряды движутся с постоянной скоростью вследствие магнитостатика, которая опять не имеет продолжения. Со своими законами, со своими формулами. А вот правая часть, переменный ток, это ускоренно движущиеся заряды. Здесь возникает и переменное электрическое поле, и связанное с ним переменное магнитное поле, которое вместе объединяется в электромагнитное поле. Вот фактически здесь скелет всей электродинамики в модельном представлении, о котором я говорил. наверно, я сейчас не буду рассказывать о том, тоже очень интересный вопрос, как возникает взаимодействие, например, на электризованной расческе с незаряженными кусочками бумажки. Просто очень мало времени. Я хочу сказать, что можно выделить некоторые виды деятельности, которыми должны уметь пользоваться учащиеся. Это непосредственно касается ЕГЭ. Первое, что они должны делать, узнавать словесную формулировку физического закона и его математическое выражение. Как это можно сделать? Только выучив наизусть словесную формулировку и его математическое выражение. Другого способа нет. А практически в каждом тесте в части 1 проверяется именно этот вид деятельности. Дальше. Выделять причинно-следственные связи между величинами, входящими в закон. Ну, это просто необходимо для того, чтобы перейти на следующий этап. Этап понимания физики. Например, надо понимать то, что сила результат взаимодействия. То, что ускорение результат нескомпенсированной силы. Различать графическую интерпретацию зависимости величин, входящих в закон. Это математическая как раз вот та ситуация, о которой я говорил. определять физический смысл постоянной входящей в формулировку закона. Ну, вот это тоже очень важный момент, потому что многие физические законы имеют различные физические постоянные, смысл которых, вообще говоря, надо знать. Что касается части С. Задачки С1 качественные и нужно уметь применять закон для анализа процессов на качественном уровне. Дальше задачи расчетные применять закон для анализа процессов на расчетном уровне. Дальше уметь читать информацию в виде графиков, в виде таблиц и использовать для анализа физических процессов. Вот, как правило, пункты 2, 3, 5, 7 выпадают из этой методики подготовки. Мне кажется, этого делать не надо. Продолжим. Непосредственно теперь перейдем к анализу ошибок, которые возникают, или, вернее, возникали при решении задачки части С. Значит, какая информация, откуда я это беру. Значит, источником, официальным источником этой информации является сайт CP, где имеются материалы для подготовки экспертов, которые участвуют в ручной проверке части С. И там есть примеры конкретных, реальных, выполненных заданий, правильно, и заданий с ошибками. Вот, давайте посмотрим на примере задания номер один, это качественная задачка, как нужно ее правильно решать, а вернее, как правильно научить решать такие задачи, какие возможные варианты ответов. В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находится вода и ее пар. Пар начинает медленно выдвигать в сосуд, при этом температура воды и пара остается изменной. Как будет меняться масса жидкости? Ответ поясните, указав физические закономерности. Ну вот я хочу сказать, что давайте мы еще раз прочитаем с самого начала, выделяя ключевые слова. Одно из них я выделил, другое не выделил. В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время, длительное. Что значит длительное? А вот длительное это означает, что у вас должен образоваться процесс так называемого термодинамического равновесия. Пар должен быть в состоянии термодинамического равновесия со своей жидкостью. То есть он должен быть насыщенным. Дальше пар начинают медленно вдвигать. Что значит медленно? А медленно это означает, что процесс был изотермический при постоянной температуре. А мы знаем, что давление насыщенного пара зависит только от температуры. Вот предлагается возможный вариант ответа. Масса жидкости в сосуде будет увеличиваться. Вода и водяной пар находятся в закрытом сосуде длительное время, поэтому водяной пар является насыщенным. При медленном двигании поршня происходит изотермическое сжатие пара. Давление и плотность насыщенного пара не меняется. Раз давление и плотность не меняется, а объем пара уменьшается, должна происходить конденсация паров воды. Вот это так сказать полная разобранное решение этой задачи, которая даст возможность получить 3 балла. Реальные ответы. Пример, за который выставили 2 балла. Масса жидкости в сосуде будет увеличиваться. Да. Так как при уменьшении объема насыщенного пара часть пара переходит в жидкость. да. Почему 2 балла? А нет полного объяснения чего. А то, что давление насыщенного пара зависит только от температуры. Один балл сняли. Дальше. За что дали 1 балл? Два балла сняли. Вследствие смещения поршня вниз, объем сосуда уменьшится, давление в нем возрастет. Динамическое равновесие между водой и парами нарушится. Пары будут переходить в воду, то есть масса воды увеличится. Понимаете, описан процесс в общем-то, но опять же без учета указания процессов. Нет слова насыщенный пар. Нет хотя намек есть, да, термодинамическое равновесие нарушится. Нет зависимости опять же давления только от температуры. За что дали 0 баллов? Масса жидкости не изменится, ну и дальше идут объяснения, почему. Значит, масса жидкости изменится. Ответ неправильный и дальше уже ничего и не читается. Очень важная задача. Тоже качественная. электрическая схема. Нужно нарисовать принципиальную схему, используя законы постоянного тока, объяснить, как изменится сила тока в цепи напряжения на батарее при перемещении движка реостата в крайнее правое положение. Вот здесь реостат, движок можно перемещать в крайнее правое положение. Вот правильное возможное решение. Ну, во-первых, мы видим, что нарисована принципиальная схема, что очень важно, здесь есть намек на что? Намек на то, что у вас батарея имеет внутреннее сопротивление. Дальше. Правильно включен вольтметр, правильно включен амперметр, правильно включен реостат. при передвижении вправо показание амперметра увеличится, а вольтметра уменьшится. Сопротивление уменьшается. Значит, это как бы словесное указание на отмет. Но смотрите, что еще хотят они услышать. Ток через вольтметр практически не течет. А почему ток через вольтметр не течет? Прибор, который обладает достаточно большим сопротивлением, то есть идеальный. А сопротивление амперметра пренебрежимо мало. То есть это тоже входит в ответ. Дальше пишется закон Ома замкнутой цепи. Здесь сумма напряжений, прошу прощения, здесь сумма сопротивлений в знаменателе стоит с учетом внутреннего сопротивления источника. А дальше вот это очень интересная форма. Значит, очень часто У называют напряжением или падением напряжения. Вот если первую посмотреть, первую посмотреть, первое равенство У равняется И на Р1 плюс Р2, это вроде как напряжение. Но с другой стороны мы видим, что у нас оно складывается из двух частей. из ЭДС батареи и вот это падение напряжения на внутреннем сопротивлении батареи. И теперь ясно, что мы перемещаем движок реостата вправо, его сопротивление уменьшается, полное сопротивление уменьшается, сила тока растет и напряжение на батарее уменьшается. Идет речь не о ЭДС, конечно, а о напряжении на батарее. Один из вариантов ответа, за который дали два балла. Все прекрасно, все решено, все правильно. Но неверно включен реостат в цепь. Видите, реостат в цепь включен неверно. и, естественно, сняли один балл. Хотя, повторяю, решение было правильно, но там в условии было написано нарисовать схему. Ну, здесь другая ситуация. Смотрите, вот сейчас я на секундочку отвлекусь, скажу несколько слов о том, что я думаю по этому поводу. Принимая участие в ручной проверке части С, я обращал внимание, что большая часть учащихся в часть С сдает в чистые листы по части С. Просто чистые листы. Это в корне неверно. Это принципиальная методическая ошибка и, может быть, в первую очередь учителя. Что нужно объяснять ученику? За каждый правильный ответ дается три балла. Но, извините мне, кроме трех баллов есть еще два балла и один балл. Представьте себе, вы на каждом из С набрали по одному баллу. Вы набрали шесть баллов. А если вы их не написали, эти ваши варианты решения, вы ничего не набрали. За что дали один балл? Часть решена задачей. Приведена верная система электрическая. Ответ неверен. И ученик, может быть, испугавшись того, что он не понимает или не знает, вообще ничего не нарисует. Но этот не испугался. Он нарисовал верную схему и, пожалуйста, получил один балл. Задания части С, от С2 до С6, они, конечно, требуют особых навыков. Они требуют специальной подготовки. И здесь очень помогает большое количество предварительно решенных задач. Я хочу сразу сказать в этом месте, что не нужно пренебрегать старыми нашими проверенными задачниками. Я очень часто встречаю в тестах задачи, взятые из стандартных задачников или каких-то вступительных экзаменов вузы. Одним из таких задачников является сборник задач по физике автор Гольдфарм. Я считаю это прекрасный, уникальный задачник для подготовки к решению задачи части С. Вот на примере задачи С2. Наклонная плоскость пересекается прямой шайба начинает двигаться из точки А попадая в точку Б. Значит она будет двигаться по некоторой траектории и вот это движение здесь на самом деле напоминает движение тела брошенного под углом горизонта но с другим ускорением. То есть вы можете воспользоваться известной формулой для максимальной дальности полета прям готовой формулой максимальная дальность полета только надо понять что у вас теперь будет действовать не Ж а проекция Ж Ж синус альфа и подставив в ту формулу не Ж а Ж синус альфа вы мгновенно получаете ответ и получаете заветные три балла но повторяю если вы четко знаете стандартное решение задачи движения тела брошенного под углом горизонта вот такие же примеры можно привести и из других разделов оптические и всякие и так далее значит я хочу еще раз высказать эту мысль которую я только что сказал вы должны внушить своим ученикам простую мысль нельзя сдавать чистые задачи чистые листы с задачами части ц даже сделанный правильно чертеж позволил получить один балл теперь давайте немножечко поговорим о моем конкретном участии в составлении тестов значит я чуть попозже скажу о полностью о всех наших тестах а сейчас несколько слов о том что вы видите на картинке все нормально как именно значит несколько слов предварительных значит наше издательство является центром который проводит тестирование некоммерческое тестирование учащихся ну в принципе России и недавно я тут составил тесты для проверки знаний учащихся одной из школ города Ростова правда не очень большая выборка 11 человек было но получился очень поучающий поучительный результат обращаю внимание А1 3% казалось бы 3% А почему 3% сейчас хочу сказать о наших тестах это тесты были составлены нами мы стараемся составить тесты чтобы они не просто давали возможность выбрать правильный ответ сразу а чтобы надо было из нескольких подобных ответов выбирать правильный вот я когда говорил об обезьянье работе именно как раз об этом я сейчас и хочу сказать надо уметь воспитывать на тестах умение логически мыслить я приведу пример этого задания А1 очень простой вопрос является ли движение по окружности равномерным что вы ответите является ли движение по окружности равномерным нет конечно нет но извините здесь есть варианты которые все правдоподобны ответ такой является ли движение по окружности равномерным да если скорость постоянно по модулю да если нет центростремительное ускорение да если ускорение направлено по касательной к окружности и четвертый нет в любом случае очень часто говорят что движение по окружности является равномерным если скорость постоянно по модулю это извините меня глупость У вас скорость в каждой точке меняется по направлению. Какое это равномерное движение? И вот на этом попались большое количество учеников. Только 3% ответили правильно. Дальше поразительный результат А6. Вообще ноль. Вопрос. Чему равен период колебания тела масса N, если оно вращается по окружности радиусом 10 метров со скоростью 1 метр в секунду в квадрате? Казалось бы, какое колебание? Тело вращается по окружности. Но ведь мы-то понимаем, что это колебание. И что такое время одного полного оборота по окружности? Это как раз и есть период колебания. А период колебания или время движения по окружности 2пр делить на V, то есть 6 секунд, и вы посчитали ответ нет, ноль. Четырнадцатый. Электромагнитная волна переходит из среды с показателем преломления 1,3 в среду с показателем преломления 3,9. Как при этом меняется частота колебаний? Ноль. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот я хочу сказать, что тупое, глупое натаскивание на результат, используя еще и непонятно тесты какого происхождения, все говоря, не приводит к желательному результату. Теперь несколько слов о наших тестах. Значит, у нас тесты постоянно с каждым годом изменяются, модернизируются, улучшаются. Но я хочу сказать, что они каждый год составлены с полным учетом кодификаторов, спецификаций и демоверсий. Мы обязательно учитываем те изменения, которые вносятся каждый год в ФИПИ. И эти изменения четко просматриваются во всех наших тестах. Второе. У нас постоянно растет количество соавторов, принимающих участие в составлении тестов. Мы очень широкий круг соавторов привлекаем к участию в тестах. Это не только преподаватели высших учебных заведений, это и преподаватели школ, лицеев, колледжей и так далее. Это не только наш город Ростов, где находится издательство, но это очень широкая география Ростовской области и Краснодарского края. Привлечение большого количества авторов позволяет очень сильно разнообразить наши тесты. Как правило, вы не встретите повторений. И еще один очень важный момент. Мы стараемся полностью перекрывать всю программу курса школьной физики. Теперь непосредственно к нашим тестам в издательстве «Легион». Пособие издательства «Легион» по физике можно разделить на несколько групп. Я буду сейчас говорить только о ЕГЭ, хотя здесь и ГИО включено, но это не важно. Значит, сборники тестовых заданий, тематические пособия, учебно-методические пособия для промежуточной аттестации, пособия для подготовки к Олимпиадам и пособия для учителей и методистов. Надо сказать, что здесь не все эти пункты еще выполнены. Например, сейчас разрабатывается пособие для учителей и методистов, и оно, я надеюсь, в этом году увидит свет. Здесь на экране представлены пособия или, можно сказать, учебно-методический комплекс подготовки к ЕГЭ. Непосредственно сама книжка, основная подготовка к ЕГЭ, решебник с полным решением, практически всех за исключением части Б, и тематические тесты базовый и повышенный уровень, кроме части С. Ну, ГИО я пока пропускаю. Готовимся к Олимпиаде. Я хочу сказать, что мы очень большой опыт имеем в подготовке заданий и олимпиадников. Наши ребята принимали участие в Олимпиадах разного уровня, вплоть до международных, и занимали там достаточно высокие места. И вот, для помощи подготовки к таким Олимпиадам выпущена книжка, сборник Олимпиадных задач, 8-11 класс. Здесь приведены олимпиадные задания и наших авторов, и некоторые задания других авторов разного уровня, от школьных Олимпиад до всероссийских Олимпиад, и многие из них с решением. Очень удобная книжечка, карманный справочник. Малого формата, содержит весь материал практически, ну, очень коротко, в короткой форме. Все формулы, основные законы для быстрого поиска той информации, которую может встретиться. Работа над новыми пособиями. Вот мы издали, уже здесь оно стоит как запланированное, оно уже вышло. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ, задания высокого уровня сложности C1-C6. Оно не очень большого объема, но оно включает задачки высокого уровня сложности, и некоторые из них с решениями. То есть каждый раздел начинается с одной-двух задач, с подробным решением, с подробным указанием, как методически решать те или иные задачи. Ну, еще вот я говорил уже о дальнейших работах. Значит, мы сейчас работаем над пособием непосредственно для методистов, для учителей физики, в котором будут представлены те идеи, о которых я сегодня рассказывал. А сейчас, наверное, я еще раз покажу вот этот слайд. здесь внизу мой электронный адрес. Пожалуйста, запишите, и при желании можете воспользоваться для того, чтобы получить какую-то информацию, может быть, какие-то замечания. Я с удовольствием их прочитаю. Спасибо за внимание. Сейчас я постараюсь ответить на ваши вопросы, если они... Видите, не очень хорошо видно. А. А. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну все, тогда спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...